Группа ЭВЛ соединяет работников с четырех континентов и работодателей из Европейского Союза также является лидером среди компаний принимающих на работу иностранцев. Но в этом году также можно сказать, что фирма является лидером в области образования, то есть помогает иностранцам начать обучение в Польше. Мой гость Кирилл Салата, руководитель отдела образования группы ЭВЛ. Добрый день! Добрый день! Кирилл, сколько иностранцев в 2019 году начали обучение в Польше благодаря ЭВЛ. Год еще не закончился, но уже на данный момент более тысячи человек учатся в Европе благодаря нам. По данным главного статистического управления Польши, иностранцы составляют 6,5% от общего числа студентов в Польше. В 2018 году в польских вузах обучалось 78 тысяч студентов из других стран. Половина из них это граждане Украины, 39 тысяч. А какие страны представляют студенты, которые доверили ЭВЛ продолжении своего обучения в Польше? Больше всего это граждане Украины, России, Беларуси, но также есть и граждане более экзотических стран. Для Польши, например, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Но в последнее время растет заинтересованность также и из азиатских стран, например, Индия и Китай. Польская система образования привлекает внимание мигрантов прежде всего из Украины. Согласно соцопросу у граждан Украины на польском рынке труда, опыт вызовы и перспективы, который был проведен группой ЭВЛ и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета, почти две трети граждан Украины, работающих в Польше, хотели бы, чтобы их дети учились в нашей стране. Какие преимущества дает иностранцу обучение в Польше? Во-первых, люди получают европейский диплом, который признается в большинстве стран мира. Именно в Польше стоимость обучения и проживания гораздо меньше, чем в других странах Западной Европы, а сам уровень образования отличается незначительно. Кроме того, в Польше есть программы правительства, которые стимулируют молодежь активно учиться и работать. От недавнего времени молодежь до 26 лет может не платить подоходный налог. Таким образом, иностранцам гораздо легче подрабатывать во время учебы и часть расходов взять на себя, а не перекладывать их на плечи родителей. После получения польского диплома для многих иностранцев открывается доступ к польскому рынку труда. Это также является огромным преимуществом в будущей жизни. Возвращаясь к нашему первому вопросу, в 2019 году группа ВУЭЛ помогла более чем тысячи иностранцев начать обучение в Польше. А что фирма планирует на следующий год? Мы общаемся с людьми, которые сейчас уже учатся в Польше благодаря нам, слушаем их пожелания, стараемся выходить навстречу их ожиданиям. Очень важно для них было совмещать работу и учебу, поэтому мы подбираем такие программы, чтобы человек мог учиться, в свободное от учебы времени подрабатывать и за эти деньги оплачивать свое обучение. Также помогаем людям развивать карьеру, то есть человек, который, например, уже закончил первый год обучения, который лучше знает польский, чем люди, которые только приезжают. Он может стать на проекте лидером или координатором. Кроме этого, мы идем в подтверждение специализации для людей, которые уже здесь работают, то есть наша целью является сделать так, чтобы за полгода, например, человек, который работает сварщиком, мог подтвердить свой диплом в Европе. Также мы понимаем, что работа и учеба – это не вся жизнь, поэтому мы помогаем нашим ученикам и работникам развлекаться, развиваться, информируем их о огромном количестве, например, бесплатных мероприятий, которые происходят. Также помогаем им сразу влиться в жизнь, например, предоставляем международные студенческие, на основании которых они могут получить скидки практически на все. Выходит, что тема получения высшего образования в Польше для граждан других стран требует новых передач и более детального обсуждения. А сегодня я говорю спасибо нашему гостю Кириллу Салата, руководитель отдела образования группы ЭВЛ. Спасибо. 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 Спасибо.